У нас какое-то нехорошее предчувствие. Добро пожаловать на WatchMojo Россия и сегодня мы ведем обратный отчет десятки самых страшных мест для фильмов ужасов. И прежде чем мы начнем, мы публикуем видео каждый день, поэтому не забудьте подписаться на наш канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для этого списка мы рассмотрим 10 страшных локаций, часто используемых в фильмах ужасов и оценим их по фактору страха и общей жуткости нахождения в них. Мой кузен купил там дом, надо проехать туннель, там еще озеро, а потом будет дом Бакнера. Тот участок вечно хотят продать. Номер 10. Кладбище. Смотри, вон там! Есть ли место, вызывающее более естественную тревогу, чем кладбище? Зачастую они пустынны, там тихо и, ну вы знаете, все эти мертвецы. Они должны быть местом мира и поминовения, но многие люди не могут не чувствовать себя неуютно на кладбище, особенно ночью. На кладбище происходит множество заменитых сцен из фильмов ужасов, многие из которых связаны с зомби, и некоторые фильмы даже основывают весь свой сюжет на местах захоронения, в том числе блестящее кладбище домашних животных Стивена Кинга. Кладбище по своей сути являются жуткими местами, и жанр ужасов полностью использует их потенциал на протяжении многих лет. Они уже идут, чтобы схватить тебя, Барбара. Номер 9. Парковки. Хорошо, подземные парковки не такие жуткие, как кладбище, но у них все еще есть большой потенциал для ужастиков. Парковка – это обычно пустое, темное и уединенное место, которое идеально подходит для любого маньяка или монстра, скрывающегося в тени, выжидая, чтобы наброситься на свою уязвимую жертву. Зачастую ваше воображение рисует себе страшные картинки при прохождении через пустую парковку, особенно если дело происходит ночью. Кто-то может наброситься на вас, кто-то может наблюдать или даже преследовать вас. Монстр может притаиться на потолке, и сюжеты в таких фильмах ужасов занимаются тем, что манипулируют вашим воображением. Ты обозорила меня. Ты за это заплатишь. Существует не так много вещей, которые мы ненавидим больше, чем одиночество и уязвимость. И нет лучшего места, чтобы почувствовать себя более одинокими, более уязвимыми и более ничтожными, чем открытый океан. Безлюдное море является поистине ужасающим местом из-за его обширного пространства холодных вод и массивной глубины. Немногие вещи были бы страшнее, чем рыскать в холодном темном океане самим, воображая себе существ, злобно скользящих в воде под вашими ногами. На ум приходит открытое море. Фильм основанный на реальной истории Тома и Айлин Лонерган, которых оставили дрейфующими в населенных акулами водах, после того, как группа по дайвингу забыла их забрать. Спасибо, но нет. Нужно напугать ее или оставаться неподвижными. Жаль, у нас нет клетки. Или подводные водки. Номер 7. Парк аттракционов. Возможно, это ужастики превратили парки аттракционов в места для страха, но погодите, все-таки в них есть что-то пугающее. Возможно, это жуткая карнавальная музыка, клоуны или неотъемлемая опасность американских горок и аттракционов. Но эти места могут быть невероятно жуткими, несмотря на их невинное веселое назначение. Такие фильмы, как Добро пожаловать в Зомбиленд и Детская игра 3, эффектно использовали парки развлечений, а в пункте назначения 3 было лихое начало с огромной аварией на американских горках, подпитывающей наши очень реальные страхи от ужасных несчастных случаев в парках развлечений. Это забавные места, но они также могут быть местами абсолютного ужаса. Номер 6. Открытый космос Стойте, движение! Помните, что мы говорили о том, что люди чувствуют себя маленькими и несущественными в открытой воде? Умножьте это, например, на триллион, и у вас получится ужас космического пространства. Вероятно, нет страшнее места во всей вселенной, кроме самой вселенной. Она невероятно большая и по существу представляет собой ничто иное, как неизвестные места и потенциальные опасности. Первая половина фильма Чужой – это блестящее представление ужасов бескрайнего космоса. Нет никаких сомнений в том, что огромных просторов звездной пустоты достаточно, чтобы вы потеряли рассудок. И в этом убедился Дэйв из Космической Одиссеи. Мой бог! Он полон звезд! Номер 5. Отели Отели были источником ужаса для целых поколений, и нетрудно понять почему. Они по определению являются местами скоротечности, какими бы богатыми они ни были, полными таинственных гостей и богатыми на истории. Например, просто подумайте о всех людях, которые там умерли. Аналогично, отдаленные мотели часто являются источником большой тревоги из-за их часто большой изношенности и изоляции. Гостиницы или мотели могут быть наполнены метафорическими или настоящими призраками, такими как отель «Оверлук», или быть маленькими и управляемыми опасными людьми, такими как мотель «Бейтс» или отели с фильма «Вакансия на жертву». Там чертовски страшно. Кто это? Номер 4. Больницы или психушки В фильмах ужасов психиатрическое учреждение обычно изображается как адское место. Хотя мы понимаем, что в реальной жизни они не являются грязными темными местами, полными безумно опасных людей, мы не можем не бояться, когда фильмы изображают их таковыми. Больницы – вот еще один отличный источник ужаса, особенно из-за сочетания опасности в них с функцией восстанавливать здоровье. Это предположительно места ухода, исцеления и комфорта, поэтому когда в них происходит насилие, такое как ярость Майкла в «Hello in 2» или знаменитая сцена на посту медсестер в «Изгоняющем дьявола 3», это заставляет ужас принимать причудливые формы. Номер 3. Мир постапокалипсиса Ну конечно, мир постапокалипсиса – это страшное место. Общество и законы полностью расформированы, людям остается позаботиться о себе самим и прибегнуть к примитивным мерам выживания. А пустые города служат этому фоном. Некоторые сюжеты использовали реалистичный подход к постапокалипсису с потрясающей детализацией, например такой как дорога корма к Маккарте. Другие придерживаются более сверхъестественного подхода и вводят зомби, пришельцев или других существ, которые сопровождают конец света. Независимо от метода, беззаконная пустыня, полная примитивных выживших и возможно даже некоторых зомби, не выглядит как забавное место. Совсем нет. Номер 2. Старые дома Есть что-то по своей сути ужасающее в старых домах, и сценаристы фильмов давно уже разрабатывают эту тему. Возможно, это неотъемлемая неотступность скрипучего пыльного старого дома. Может быть это метафорические или реальные призраки, которые там живут. А может опять же изоляция. Некоторые фильмы, такие как «Призрак дома на холме», исследуют возможность того, что наш разум играет с нами шутки. Может быть сам дом и не страшен, но наше представление и ожидания помогают оживить страхи. Вне зависимости от рассуждений, старые дома являются краеугольным камнем жанра ужасов, и определенно одним из его самых страшных мест действия. И относительно современные фильмы, такие как «Хэллоуин», превращают обычные пригородные дома в страшные. Не надо туда ходить. Нет, надо. Там привидение. Номер 1. Хижина или лес. Я иду. Деревенские коттеджи, хижины и огромные просторы леса довольно страшны по нескольким причинам. Хижины вдали от людей в целом жуткие, они часто старые, отданы на милость всем стихиям и не защищены. Просто скажем, что ни один фильм ужасов с хижиной никогда не заканчивался хорошо. Исключительно огромное пространство леса может быть пугающим, и лес, как правило, населен опасными существами, ожидающими, чтобы разорвать вас. Вспомните «Ведьму из Блэр» или «Ритуал». Леса не только дают почувствовать угрозу, но и их дезориентирующая природа заставляет героев почувствовать себя безнадежными, одинокими и вымотанными. Когда мы теряемся в лесу, мы быстро понимаем, что мы не контролируем ситуацию. Нас здесь точно убьет. Да ладно, в Удвере условия были похуже. А вы согласны с нашим выбором? Посмотрите и другие замечательные видео от WatchMojo Россия, а также подпишитесь на канал и нашу группу ВКонтакте. Продолжение следует...